МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крепость возвели по личному указу Петра Первого. В 1702 году впервые отметили праздник, День крепости. И вот лишь через 310 лет праздник возобновили вновь. С чем пришли к этой дате, об этих делах поговорим с Игорем Гостевым, ведущим научным сотрудником Архангельского краеведческого музея. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Вы так долго ждали этого праздника, День крепости, День Петра и Павла, правильно? Да. Гадали, состоится или нет? Были проблемы? Конечно. Проблемы есть всегда в наше непростое время. И самая главная проблема – это, конечно, финансирование. Ну, праздник все-таки застоялся в июле 2013 года. Второй раз уже отметили вы День крепости. Получилось? Ну, по признанию народа получилось. Не только по признанию народа, по признанию представителей Архангельской епархии, которые с удовольствием второй раз посетили наш праздник. И мы надеемся, что этот праздник возобновится вновь, именно как традиционный праздник в День Петра и Павла, который 150 лет назад еще считался одним из самых больших праздников в Архангельске и собирал туда чуть ли не половину города. Мы можем считать это днем рождения Новодвинской крепости? День крепости, нет? Нет, конечно. День рождения Новодвинской крепости, он достаточно размыт в истории. Его можно считать условно 1 мая, 26 мая, 12 июня. Дат много и выбираю удобную, казалось бы. День Петра и Павла как раз приходится на середину лета, очень хорошую погоду традиционно. И не даром этот праздник, наверное, был выбран еще в 1702 году. Вот лишь год назад открыли Новодвинку для туристов. За это время что удалось сделать? Ну, прежде всего, за это время мы расчистили территорию крепостного двора. За эту зиму полностью снесены развалины цехов советского периода, которые больше всего угрожали. Это очень важно, да? Это, конечно, это важно для организации работы на крепости. Да и была проблема самая большая. К старым советским зданиям было невозможно подойти, они грозили убить любого подошедшего. Состояние их, несмотря на то, что они были построены лет 50 назад, было столь ужасающе, что стоящие рядом с ним 300-летние памятники просто выглядели идеальными. Ну, вы немножко вот разъясните, что это за постройки. Напомним. Ну, если напомнить историю, то в советские годы, в 30-е годы на территории крепости был открыт спецзавод НКВД «Конвейер», собственно, который дал наименование поселку, который до этого именовался поселок крепости, и которого очень хотелось бы вернуть на карту нашего города. И с развитием этого завода там строилось огромное количество цехов. Потом уже, когда завод НКВД ликвидировали, и была промзона исправительной колонии, цеха обдавлялись, достраивались, и в результате стояли на территории различные постройки от 30-х до 70-х годов. И состояние их было, несмотря на небольшой возраст, действительно небольшой возраст, просто ужасное, сразу как их покинула колония, они начали разрушаться буквально на глазах. Вот помнится, летом, в крепости несколько лет назад работали очень активно студенческие отряды, помогали вам в раскопках, москвичи даже приезжали, все студенты пропали. Вы не хотите это возобновить? Или они вам мешали? К сожалению, не от нас это зависит. Мы это с удовольствием приняли. То есть вам нужна эта помощь? Конечно. Но вы никак этот вопрос не прорабатываете? Ну, почему? В принципе, существовала идея о том, чтобы студенты работали и в этом году на крепости. Но этот вопрос у нас решает Министерство по делам молодежи. И, видимо, решили, что другие объекты для области важнее. Ну, наверное, с финансированием, с проживанием проблемы? Ну, проблемы с проживанием решаются довольно легко, на самом деле. Буквально в 4 километрах в соседнем поселке стоит заброшенное здание школы, каменное здание, в котором очень хорошо размещались и тогда студенты, и сейчас могут размещаться. С финансированием, конечно, проблемы всегда, но строят ряды, собственно говоря, это отдельное независимое финансирование, которое очень бы нам помогло. Но, увы. Но вы не можете привлечь добровольцев, волонтеров, сами? Вот на волонтеров музей должен изыскивать свои средства. В бюджете, конечно, этих средств не вытянут. Понятно. То есть своими силами сейчас ведете раскопки? Ну, сейчас начались, буквально сейчас начинаются работы на комендантском доме по реставрации комендантского дома первого здания, который уходит под реставрацию. Только что закончила работу археологическая школа студентов Северного Арктического Федерального Университета, которые в этом году после столь масштабного сноса, прежде всего, конечно, занимались не археологией, а наведением порядка на территории. И, собственно, кто присутствовал на празднике, увидели разительные перемены. То есть сейчас стало все гораздо... Все стало более благородно. Да. Это хорошо. А вот на взгляд обывателя, конечно, реставрация происходит очень медленно. Вы не согласны с этим? Реставрация зависит от финансирования. Конечно. Чем больше будет денег, тем быстрее пойдет реставрация. Проблема еще вся в том, что памятник федерального значения и деньги может выделять только Москва. Область не может помочь. Ни область, ни город не могут помочь. Морально только, да? Только морально. А это никак не ускорит работу. Ну, как деньги идут? Как выделяются? Деньги выделяются, пишутся заявки, заявки пишутся на значительно больший объем. Конечно, эти объемы в Москве режутся и выделяются по непонятной логике. Но на что пришли, на то и приходится их тратить. То быстрее, быстрее, да? Да. А вот как, на Ваш взгляд, Вы давно занимаетесь бастионной крепостью, а вот что-то упущено уже в новодвинке, что вообще нельзя возобновить, воссоздать, что утрачено навсегда? Ну, по какой-то человеческой халатности или... Воссоздать на самом деле можно все. Упущено прежде всего, наверное, одно. И с этим вопросом хочется обратиться к жителям города. Мы хорошо знаем ситуацию о том, что особенно в 50-е годы прошлого века на территории крепости было найдено очень много артефактов и вооружения, и других предметов времен существования крепости, то есть это 18-19 века предметы, которые были растащены жителями поселка в собственные домашние коллекции. Мы знаем о том, что несколько даже крепостных пушек стоят в частности в квартирах жителей Архангельска и Северодвинска. Даже знаете, у кого? Ну, приблизительно, да. Есть вопрос в том, что люди добровольно, конечно, не хотят вернуть, но наша просьба к ним, подумайте, это должны видеть все. Если вы вернете какой-то предмет к нам в музей, и это будет выставлено в крепости, то это обязательно будет указано, что это вы сохранили, вы сберегли, и вы вернули назад музею, и спасибо вам за то, что вы его сохранили те годы без времени, когда это все пропадало. Очень много документов таким образом пропало. К сожалению, мы вообще не имеем сведений об архиве спецзавода НКВД «Конвейер». За это время там выпускалось много интересной продукции, работало много интересных людей, там работали не только осужденные, там работали... Это тоже история, да. Да, это история, это история советского периода, которую тоже нельзя забывать. К сожалению, о ней мало что есть. Тоже у кого дома есть фотографии, документы, пожалуйста, принесите. Так, граждане Архангелогородцы, верните пушки на место. Ну, не только пушки. Да, но тем не менее. Ну, тогда мы сейчас перейдем к этому вопросу. Таинственные такие находки, которые судачат СМИ, они действительно есть, имеют место быть в крепости при раскопках. Что интересного за последнее время находили? Ну, на самом деле, любая находка интересна. Буквально сегодня мне позвонили с крепости, я еще не успел туда доехать. Очередная находка, что она из себя представляет, я еще с трудом понимаю. Если что-то интересное, то, соответственно, СМИ об этом расскажут. А самая, наверное, символичная находка, это при раскопках 2009 года, когда нашли остатки обгоревших сокольных венцов к церкви Петра и Павла, сгоревшей в 1877 году. Это на углу этих обгоревших бревен, на углу здания, лежала раскрытая медная иконка складень нательная. У нее было чуть-чуть буквально оплавлен один элемент, и сохранилась она, несмотря на пожар, она сохранилась полностью. И вы решили, что вот как раз в этом месте был храм? Это было очевидно, потому что это был единственный пожар на территории крепости 1877 года. Вот они, эти бревна, это то самое место. Ну и символично, что икона пережила пожар, она выставлялась несколько лет в музее. Сейчас с созданием постоянной экспозиции Кровевического музея в Петровском зале она снова будет представлена, конечно. Зимой крепость замирает? В эту зиму активно работала. В эту зиму как раз снос строения и происходил. У вас внутренняя работа, а для туриста? Для туристок, во-первых, конечно, это неудобно добираться, совершенно неудобно. Во-вторых, проблема с тем, что это очень большая территория, которую нужно чистить для туриста. В этом году, конечно, в эту зиму официальной экскурсии не проводилось, хотя в прошлую зиму они были. Ну, на тему разбитых дорог и ведущих крепостей, кто только уже не прошелся, здесь вообще можно что-то сделать? И вот про водный путь попадания. Думаете? Ну, мы не только думаем, мы активно работали по этому поводу и в прошлом году, и в этом году. И если наш областной бюджет вытянет, то в областной программе развития транспорта на будущий год заложено создание там плавучего причала, временного причала в поселке и, соответственно, открытие речного маршрута летнего. То есть это может как-то помочь? Ну, конечно, это, во-первых, комфорт. Это комфорт. Откуда попадать будут? Из Архангельска? Это из Архангельска должен ходить рейс теплоход делать. Вопрос в том, что добраться на машине возможно, но для этого это слишком экстремальный маршрут для обычного автолюбителя. А автобус, который, городской автобус, который ходит по островам, он ходит по очень неудобному расписанию, и он на самом деле маленький. Местные жители как относятся к музейщикам? Понимают ли, помогают ли? Ну, вы знаете, действительно, это, наверное, на островах, на Бревеннике и на Линском прилуке воссоздается, возрождается единственное предприятие, которое там будет работать. Но пусть это будет учреждение культуры. Конечно, местные жители это мурады. Местные жители увидели то, что музей пришел, и музей не уходит. Музей работает. Люди рады, люди верят. От людей вреда мы никакого не видим, только пользу. Очень хорошие взаимоотношения, особенно как раз с нашими студентами. Местные жители их подкармливают с огорода, свежими фруктами, овощами подкармливали. По-моему, в этом отношении никаких проблем нет. Да, это приятно. И как вы считаете, памятник петровских времен XVIII века, он должен приносить прибыль? Как туристический объект, имею в виду. Как туристический объект, как полностью объект туристической инфраструктуры, в целом, конечно, он должен приносить прибыль. Музей в чистом виде прибыльным быть не может. Но в данном случае, исходя из стратегического плана развития крепости, это должна стать большая рекреационная зона, которая должна составить серьезную конкуренцию тем же малым карелам, по крайней мере, если сравнивать с нашими местными объектами. И в этом случае она будет работать на прибыль. К какому году, хотя бы по бумагам, должна закончиться реконструкция? Ну, по нашим оптимистическим планам, это 2025 год. Вы вообще оптимист в плане реконструкции Новодвинской крепости? Или иногда руки опускают? В некоторых случаях оптимист, в некоторых пессимист, а опускать руки просто нельзя. Спасибо большое, Игорь. И традиционный блиц в завершении разговора. Вот куда прежде всего вы ведете туристов, которые приезжают на Новодвинскую крепость? Прежде всего, к Двинским воротам. Это не просто парадные ворота крепости, это вообще единственные триумфальные ворота в Архангельске. Вы серьезно и очень давно занимаетесь бастионными сооружениями. Вас не удивишь смелостью инженерной мысли. И все-таки, что вас до сих пор удивляет в Новодвинской крепости? Поражает? Это очень многое, что удивляет и очень многое, что поражает. Но, наверное, прежде всего, это, конечно, гигантский объем, можно сказать, циклопический объем сооружения. Он ведь превышает... Только главная стена крепости по своему периметру превышает Соловецкое подворье. Главная стена крепости 1510 метров составляла. И все это строилось с рекордными скоростями. И когда ищешь причину, как это великолепная организация работ, которая была в начале 18 века, и механизация труда, о чем мы всегда забываем. Бывая в Петропавловке, все время думаешь, наша-то весь крепость старше, а она вот в таком запустении. Вот какой вы видите Новодвинку в идеале? В идеале это практически должна стать, ну, может быть, что-то лучше Петропавловки она должна стать, поскольку она находится не в центре города, а она находится в экологически чистом районе, на окраине города, куда люди с удовольствием уже сейчас приезжают отдыхать. Где возможно организовать парки, пляжи, конные прогулки, какие-то спортивные мероприятия. То есть в целом это должно стать хорошее место отдыха на окраине города, к которому будет удобно добраться всеми видами транспорта. Но пока у вас только такие преданные туристы. Не правда. На самом деле едут отовсюду, едут кто угодно, едут горожане, едут иногородние. В прошлом году статистика показала, что где-то процентов, наверное, 10 из всех туристов, это были иногородние из самых разных городов бывшего Советского Союза. Ну, значит, все впереди. Будем надеяться. Спасибо, Игорь. Спасибо. Это был Игорь Гостев, ведущий научный сотрудник Архангельского краеведческого музея. После первой победы над шведами в Северной войне у стен Новодвинской крепости Петр I писал «Сим нечаемым счастьем поздравляю вам! Где чего не чаяли, Бог дал!» Получилось у предков, есть надежда, что и у нас получится, победить разруху и безвременье. Такие дела. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok